Добрый день, уважаемые соотечественники. Сергей из Краматорска спрашивает, что нефтегаз получил разрешение отключать должников от газа. Чем обернется для Украины такое решение, ведь долги есть как у самих украинцев, так и у теплокоммунэнерго. Тебинжет несвоевременно компенсирует поставщикам средства. Но что, уважаемый Сергей, вы знаете, что дела в системе нефтегаза вообще запутались, потому что их трудно понять. С одной стороны, они показывают прибыль, и одна, естественно, это прибыль, потому что разница между закупаемым газом и продаваемым населением промышленным предприятием уже достигла максимума. То есть они обязаны иметь прибыль. С другой стороны, им не платят своевременно те, которым покупатели газа. И они, естественно, получают очень большую дару в своем бюджете нефтегаза, и в связи с этим просят правительство прокредитовать их. Причем суммы называются громадные. Я даже таких сумм, откровенно говоря, когда прочитал первый раз, не поверил. Там 180 миллиардов гривен. То есть запутались. На субсидии в прошлом году уделяли 70. Рассчитались в объеме 50. Значит, 20 миллиардов, естественно, образовался минус. Население задолжало за услуги порядка 60 миллиардов. Вот считайте, какой баланс может быть. То есть в стране хаос. Хаос, который абсолютно никто из правящей хунта не берется урегулировать, решить, восстановить хоть какое-то подобие порядка. А в чем заключается подобие порядка? Ну, цены на газ, там, например, тарифы на газ для населения должны быть платежеспособны. То есть люди должны способны быть уплачивать. Вот когда мне приходилось принимать такие решения по газу, ему там устанавливают цену газа, например, 6, 6,5, потом 7 гривен за один кубический метр. Так? Вот. Мы всегда думали, значит, а вот смогут ли наши люди вот такие вот тарифы выплачивать. Сейчас тарифы выросли в 12 раз. Зададимся простым вопросом. А что, пенсия выросла в 12 раз? Зарплата выросла в 12 раз? Наверное, нет. А что, может, у нас цены на продукты питания упали? Стали меньше мы платить за продукты питания, там, за какие-то другие услуги? То есть у нас стало оставаться, значит, оставаться ресурсы для платежей за газ? Нет, не стали оставаться. Так тогда о чем, вот, хотелось бы знать логику, о чем же думают эти люди, которые вот идут на такие решения о повышении в очередной раз, там, цены на газ, там, на 23%, за следующий год еще на 40%. Вот о чем они думают. Цены растут, тарифы растут, в стране сокращается количество рабочих мест. Реально, где нормальная семья может заработать денег для, вот, так сказать, компенсации всех этих повышений? Нет. Бюджет имеет большой, так сказать, большой дефицит за счет того, что экономика практически сейчас не работает. Со всех экранов вам рассказывают, что какой-то небывалый экономический рост, когда там, значит, что-то развивается. Я задаю простой вопрос. Покажите мне примеры, где построили новый завод, где стали производить дополнительно к тому, что производили раньше. Что именно стали производить? В каких объемах? Напротив, к большому сожалению, все абсолютно объективные показатели развития экономики ухудшаются. Так возникает вопрос. В этих то условиях, ребята, задумайтесь. Ведь рано или поздно наступит полный крах. Вот, когда придется печатать, включать печатный станок, так сказать, выпускать абсолютно ничем не обеспеченные деньги, бумажки точнее. И мы вернемся к тому, к той ситуации, которая уже была в Украине в 92-м, 93-м, 94-м годах. Ну, кто-то помнит, кто-то нет. А тогда можно было утром зайти, увидеть ценник один. В обед в магазине мы могли видеть ценник, который в два, в три раза уже отличался в сторону повышения, а вечером уже в 10 раз. Если у нас такое было, так вот, те, кто нам сейчас рассказывает о росте экономики, ведут страну именно к такому сценарию. Поэтому разрешение отключать должников от газа обернется, безусловно, катастрофой для людей прежде всего. Нельзя этого допускать. Продолжение следует...